Добрый вечер! С вами Ток-шоу «Давайте обсудим» и я, Гульнару Марова. Эту тему мы уже, конечно, затрагивали буквально недавно, тему дорожно-транспортных происшествий. Но вот буквально на днях слова президента заставили нас, ну и статистика, конечно же, тоже, вновь обратиться к этой теме. Президент Укаев буквально пару дней назад и в Твиттере, и своему правительству сказал о том, что необходимо ужесточить наказание за вождение в пьяном виде, лишать транспорта и сажать, конечно же. Одним словом мы сегодня снова говорим о дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня наши гости в студии – это Гульнара Бесенова, руководитель общественного объединения «Гаухаржол», Марат Аюпович Камалов – профессиональный медиатор, Константин Недопекин – начальник штаба батальона патрульной полиции управления полицией города Уральск и Луиза Кусаенова – руководитель специализированного ЦОН города Уральск. Во-первых, добрый вечер, спасибо, что сегодня собрались. Тема действительно в очередной раз серьезная и тревожная. Но насколько она все-таки усугубилась, мы узнаем из слов Константина. Сегодня есть статистика, она, к сожалению, печальная. Константин, давайте озвучим количество ДТП за последнее время. Да, у нас есть статистика за период в 9 месяцев. А в аналогии с прошлым годом, то есть с 2018 и 2019 год – 9 месяцев. Если в прошлом году у нас число ДТП было 132, то в этом году – 118. Как бы есть тенденция к снижению самих ДТП числа, но тем не менее в данных ДТП в прошлом году у нас погибло 28 человек, в этом году – 34. Из них, которые пострадали – 141 и 151, соответственно. То есть тенденция на снижение именно количества дорожных транспортных происшествий наблюдается, но тем не менее идет рост смертности, а также травматизма людей в дорожных транспортных происшествиях. Вот вы незадолго до эфира сказали, что статистика по ДТП, она, конечно же, большая, и в разы выросло количество. Очень часто мы слышим о том, что много происшествий. С чем все-таки это связано? Кто-то говорит, машин стало больше, кто-то говорит, ответственность у водителей поуменьшилась. Как вы считаете? Ну вот, если брать примеры, то у нас в разы выросло количество транспортного средства на улицах города. В связи с тем, что город у нас развивается, открываются новые микрорайоны, строятся там дороги новые строят, но тем не менее там дороги у нас очень узкие, а количество машин очень много по городу. В связи с этим и вычислили случаи дорожно-транспортных происшествий. На это также влияет то, что у нас сейчас начали возить, первоначально возили машины с Российской Федерации. После этого, как с Российской Федерацией прекратили немного, мы начали завозить машины уже с Грузии, Армении, так как они очень доступны там. Мне возможно это сказано о том, что наши местные производители очень высоко цену держат на свои машины, в зависимости от этого всего скорее. А там они доступны, они приехали, забрали, привезли к нам, и при этом они нигде не стоят на учете. Ни у нас, ни там. Так как выбыв оттуда, они с учета там снимаются, а по прибытию к нам здесь они на учет не встают. И их трудно очень эти транспортные средства отследить у нас именно по городу или по республике в целом. Ну, буквально недавно звучала тоже такая цифра, что 14 дней, 14 ДТП. Это вообще страшно. Я уже не говорю об общей картине, да, но очень много нарушений. Причем не только со стороны водителей, но и пешеходов. А с пешеходами, конечно же, активно работаете вы, особенно с юными. Вот общественная работа Гульнара, она приводит все-таки к тому эффекту, что к вам не только прислушиваются, но и стараются меньше нарушать. Спасибо за вопрос. Конечно, ту работу, которую мы проводим в рамках проекта «Безопасные дороги» Западной Казахстанской области, мы проводим очень большую работу в школах, в детских садах с детьми. Специально для детей от 0 до 6 лет разработаны вот такие специально образовательные пакеты. В этих образовательных пакетах как раз-таки есть материал для детей по правилам дорожного движения. Все профилактические работы, которые мы проводим, мы сопровождаем тем, что объясняем не только детям, педагогам, но и родителям. Мы призываем их просто, чтобы они приобретали для детей специально вот такие светоотражающие брелки. К примеру, вот они вот такие. Сейчас мы уже специально для детей приобрели такие брелки. Ну, конечно, не в достаточном количестве. Сейчас мы над этим вопросом дальше продолжаем работать. То есть мы хотим обеспечить полностью область всей школы. Но сейчас действительно вот такие меры тоже нужны, потому что сейчас осеннее время, уже раньше темнеет, дети идут в разное время школы. Это очень эффективно. Кстати, Аким области, насколько известно, буквально вчера тоже вам говорила о том, что нужно объединиться, усилить совместную работу и Акимата, и общественников. Что он вам сказал буквально вчера? Ну, нас приглашали Управление образования и Общественное объединение ГАУХАРЖОО, так как мы работаем в этом проекте, и с предложениями о том, что мы можем, чтобы усилить безопасность детей, какие у нас могут быть от нас предложения. Мы ряд предложений высказали, и будем в дальнейшем уже на практике все это применять. То есть вот как раз-таки вот такие светоотражающие брелки мы хотим предложить, чтобы родители закупали. Мы сами тоже привезем такие. Все меры принимать. Да, все меры. Вот такие браслеты специальные тоже можно приобретать в вечернее время. Как уже, наверное, мы уже много раз говорили, и будем говорить, потому что, чтобы защитить своего ребенка и даже взрослого человека, необходимо в вечернее время одевать именно что-то, либо яркую одежду, либо специальные вот такие браслеты, которые видны, да, за 130 метров видны. К этому вопросу мы еще вернемся. Марат Аюкович, вот вы человек с большим стажем, и не только общественной работы, вы человек с большим водительским стажем. Вам удается все-таки аккуратно, грубо говоря, лавировать в нынешнем потоке движения? Многие водители, особенно молодые, как все это сейчас старшее поколение, невнимательные. Что еще нужно? Казалось бы, общественную работу проводить, полиция тоже помогает. Что еще нужно сделать, чтобы призвать водителей немножко к ответственности? Ну, в городе много что делается на эту тему. Я скажу, как пользователь автодорог, то везде есть ограничения скорости, знаки пешеходных переходов, то есть знаки, которые должны соблюдать водители, они просто должны обращать на них внимание и соблюдать эти правила. Сейчас, допустим, работникам полиции временно есть такой приказ, нельзя останавливать машину в городе. Не временем, есть приказ. Да, и водители этим пользуются, они начинают превышать скорость. Прежде всего, надо скоростной режим соблюдать в городе. 40, это пешеходный переход максимум, и 60. Вот это основное, потому что в основном из-за превышения. Потом много таких на дороге автобусы, допустим, выезжают с остановки, водители не пропускают общественные транспорты, хотя по правилам дорожного движения не должны пропускать. Из-за этого автобус стоит поперек дороги, и вот и образуется очередь. То есть из-за этого тоже много таких вещей. То есть каждый водитель должен осознанно подходить с утра, когда машина садится, чтобы он не нарушал правила дорожного движения, и проблем у него не будет, я так думаю. Понятно. Ну, давайте напомним телезрителям, что мы в прямом эфире. Позовем их тоже участвовать в нашей беседе. Я напоминаю о том, что телефон прямого эфира 269077. Есть еще у нас WhatsApp, можно отправлять сообщения, пожелания и вопросы по номеру 8701-212-4242. Но вот касательно жителей, многие уже давно в курсе, что на права сейчас, ну, не то чтобы проще сдавать, но картина изменилась совершенно. Сдача водительских прав, получение. Вот сейчас, как говорят в народе, автоцион, специализированный цон, он занялся этой функцией, потому что, как считаете вы, статистика вот эта, печальная ДТП, она возникает в том числе потому, что водители либо не сдают на права, либо не учатся просто. Правильное уважение имеют. Добрый вечер всем. Как вы знаете, что в прошлом году, 31 мая, был открыт специализированный отдел города Урайск для автолюбителей, где оказываются два вида услуг. Это регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений. В этом году, в текущем году, с 1 июля, подразделения регистрационно-экзаменационных полиции, они как бы закрылись. Произошла оптимизация или реформа, инициированная самим МВД. Правила теоретического и практического экзаменов изменились и как бы перешли эти функции сотрудникам госкорпорации. К сожалению, на сегодняшний день практика показывает, что кандидаты водителей, и кто получает первичную категорию, кто получает дополнительную категорию, они не, как сказать, не готовы и недостаточно обучены. Еще говорят, что половину не сдали, да, буквально недавно. Да, и практика показывает, что с первого раза они не все сдают. Вот, мы анализировали, мы уже с 1 июля как бы в спеццоне находимся, сами сотрудники госкорпорации, и практика показывает, что процент сдающих было мало. И из обратившихся за месяц июль, август и сентябрь сдали совсем мало. Процентов, можно сказать, 25 сдали. Ясно. Вот, Константин, мы видим, да, что буквально недавно, не так давно было популярно дарить права на день рождения, на какие-то юбилеи, что уже это не воспринимается как нечто серьезное, к сожалению, некоторыми водителями. И результаты вот этой невнимательности и несерьезности у вас в руках, да, я имею в виду статистику. Казалось бы, вот, говорят водителя, водителя надо привлекать часто, и пешеходы тоже, конечно же, вносят свою долю. На долю пешеходов много приходится нарушений? На долю пешеходов очень много приходится нарушений, в том плане, что они переходят дорогу в неустановленных местах. А сейчас вы сами оборотили внимание, что-то рано темнеет, пешеходов не видно. У нас, тем более, сейчас вы сами видите, погодные условия, какие дождь прошел, уже серость. При этом, когда ты включаешь фары, едешь на машине, фары от асфальта отражаются, и пешеходов практически не видно. В связи с этим, хотелось бы обратиться именно к пешеходам, чтобы они при переходе дороги не только там в неустановленном месте, даже в том месте, где организованный пешеходный переход, то есть зебра, светофор, регулируемый, нерегулируемый пешеходный переход, прежде чем выйти на проезжую часть, убедились, что машина пропускает их, останавливается. Потому что время такое, сейчас вот первый гололед будет, если они не убедятся, то человек не сможет сразу же остановить машину, с какой бы он скоростью не ехал. Машина как вкопанная не встанет, определенный тормозной путь у нее будет. Тем более скоро гололед начнет. Не скоро, но сегодня уже первый гололед у нас был. Пока у нас таких серьезных последствий не было, мелочи, ТТП были, где пострадали просто сами, транспортные средства без жертв. Но тем не менее, хотелось бы обратиться именно к пешеходам, чтобы они свою безопасность сами обеспечивали, а не думать, что если водитель, я иду по пешеходному переходу, он должен остановиться. Не всегда просто водитель может среагировать вовремя и остановить машину. Понятно. Давайте примем первый телефонный звонок от телезрителей и продолжим беседу. Хорошо? Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Да-да. Какой у вас вопрос? Я хочу задать вопрос. Слушаем. Ну, как говорится, водители крайние, пешеходы тоже нарушают. По пешеходам пешеходы не переходят. И они тоже, как говорится, должны отвечать. Спасибо. Спасибо. Ну вот как раз в теме, как говорится. Мы вперед, опередили чуть-чуть, по-видимому вопросу. Да-да-да. Их нужно не меньше привлекать, либо... У нас предусмотрена в административном кодексе предусмотренная статья. Есть 615-я статья административного кодекса, в которой говорится, что пешеходы точно так же привлекаются к административной ответственности за переход дороги в неустановленном месте. Там, если я не ошибаюсь, то накладывается штраф в размере двухмесячных расчетных показателей на пешехода. Если же водитель, вернее, пешеход виноват в дорожном транспортном происшествии, где либо пострадал человек, либо был причинен материальный ущерб уже водителю, либо там сооружение было повреждено, то на него налагается штраф в размере 10 личных расчетных показателей. Но есть еще участки, как говорят, горячие, наиболее аварийные? Это какие, например? У нас в этом году наиболее количество было ДТП, это три участка у нас, вернее, четыре по городу. Это у нас идет улица Жангерхана, где наибольшее количество ДТП и наездов в том числе, где привели к летальному исходу. Также у нас очень много было дорожных транспортных происшествий на отрезке, то есть это Уральск-Отраву, мы до Серебрякова, где чертогорода у нас, вот оттуда, а также автодорога Самара-Чемкент. Там тоже очень много ДТП, именно где пострадали люди, погибли люди. Также у нас по проспекту Азарбаева есть тенденция, что там именно наезды на пешеходов происходят. Вы, может, должны знать, вот буквально летом был там такой случай, когда автобус маршрут номер два сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, что привело к смерти пешехода. Ну, пример мы еще приведем, давайте примем очередной телефонный звонок и продолжим. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да, да, здравствуйте. У меня знаете какой вопрос? Вот, говорите только, что пешеходы виноваты. Не то? Да, да. Какой у вас вопрос? Либо замечание? Пешеходы проходят по переходу. Прям машина не останавливается, прям гадит, на пятки прям уступает. Вот я пенсионер еле-еле, когда садахромают пешеходы по переходу. Понятно. Спасибо большое за звонок. Ну, здесь мы не говорим, что именно пешеходы виноваты в ДТП. Мы говорим, что много случаев, где сами пешеходы переходят дорогу в неустановленном месте. Большинство случаев ДТП, они не связаны с наездами на пешеходов. Они связаны именно с тем, что водители, нарушив какое-то правило дорожного движения, столкнулись с другим транспортным средством. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы обезопасить пешеходов, чтобы количество раненых, погибших сократилось. И за это мы просим их, чтобы они обращали внимание при переходе дороги. Мы не говорим, что они виноваты в этом. Ну, надо соблюдать правила дорожного движения. Все участники движения должны быть. И, тем не менее, они заходят со своей безопасностью сами. Ну, касательно безопасности, да, вот я не зря начала со слов президента. Буквально два дня назад он об этом говорил. Давайте и телезрителям, и вам тоже, и нашим водителям, пешеходам, я зачитаю буквально цитату нашего президента. «Меня беспокоит большое количество ДТП в республике, в Алматы. Люди гибнут, получают увечья, и по количеству пострадавших дорожные инциденты у нас не уступают вооруженным конфликтам в других странах». Это, к сожалению, конечно. Культура дорожного движения резко снизилась, и нужно принимать комплексные меры. «Нужно в зависимости от тяжести преступлений и проступков давать реальные сроки, накладывать большие штрафы, изымать транспорт, пожизненно лишать прав водителей», говорит президент. А еще он сказал, что по-другому уже нельзя, и правительство поручило принять жесткие меры. Потому что, действительно, не только мы с вами сидим тут, я говорю, обсуждаем, где-то на кухне обсуждают, кого-то сбили родных, кто-то, наоборот, не уступил дорогу, либо переехал. Но на самом деле это проблема общереспубликанского масштаба. Тем более мы выходим и на республику, и будем надеяться, что другие водители тоже к нам прислушаются. Вот президент действительно совершенно прав. Марат Айупович, как вы считаете, нужно ли слова президента возвести, образно говоря, как правило для водителей? Ну, само собой, президент сопоставил все факты, исходя из этого уже, изрек это. Но, тем не менее, я считаю, кроме штрафа и наказания, должна и общественность, кстати, президент всегда говорит, что общественность должна более активнее участвовать во всех сферах жизни. То есть здесь тоже общественность должна как-то себя проявлять на дорогах, не только, допустим, раз в год по телевизору позвонить, а если 102 позвонить, то кто-то где-то нарушил номер машины. У нас есть практика в таких городах, например, в Талдыкургане был там, это прям поставлено, как называется, как-то эта программа называется, соседский, что-то такое там, досмотрим, что-то такое. То есть если человек увидел нарушение правил дорожного, он может позвонить в ГАИ, и ГАИ инспектора может приехать. Допустим, даже там есть, в практику это взяли, некоторые товарищи, бывшие там пенсионеры, все такое, они стоят возле где-то кафе, ждут, когда этот человек, который там попил-пил, все такое, усадится в машину, и звонит. А у нас телезритель ждет, когда мы выслушаем его вопрос, потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Я уже сказала все. Да, да. Ну, нам повторить, и мы не слышали, к сожалению, вопрос. Вы говорили с нашим редактором. А утром они не горят. Почему их не включают? 6 часов, чтобы утром будет, когда идут на работу. Некоторые всем идут на работу, а некоторые еще дети идут, а света нет, грязь, темно. И водители спешат. Тут не видно из-за этих темнот. Они... Как можно так вот? Спасибо большое за пожелание. Да, да, понятно. Ну, освещение, конечно, и состояние улиц, дорог, мы адресуем тоже. ЖКХ и ДЭП переадресуем. Ну, вопрос такой, да, к вам, Константин, и к вам тоже ко всем. Как вы считаете? Ну, мы все ездим по этим дорогам, по одним и тем же, по областному центру, по районам, состояние дорог и освещенность, она тоже все-таки вносит свой вклад печальный? Статистику? Как вы считаете? Ну, статистику, да, у нас, когда начинается ремонт дорог, соответственно, образно дорога закрывается, значит, определенные участки на других дорогах начинают быть перегруженными. это создает какие-либо неудобства, как гражданам, так и водителям, и всем в общем. Ну, хочу также отметить, что у нас водители, в основном, дорожные транспортные происшествия происходят и из-за их невнимательности. Я вам просто пример приведу. В этом году большое количество ДТП без пострадавших, просто именно, где были прождиные транспорты, было зарегистрировано на пересечении улиц Кочетавская и Махамбета Аханна. Они буквально в прошлом году, эти две улицы были отремонтированы. Там стоят дорожные знаки. Главная дорога, уступи дорогу. Но, тем не менее, водитель, который едет по второстепенной дороге, не обращая знак на уступе дороги, выезжает, происходит столкновение. До того дошло, что люди начали обращаться, после этого, там, значит, было исследование данного перекрестка, и для того, чтобы человек, который едет по второстепенной дороге, было установлено искусственная неровность, чтобы человек уже сам останавливался. Хотя, с другой стороны, искусственная неровность, она тоже, как бы, является препятствием для движения. Но, тем не менее, чтобы обезопасить кого-то, были вынуждены установить ее. Это вот пример того, что водители просто не обращают внимания на знаки. Гульнара, ну вот жительница, вопрос тоже к вам, говорит, что плохая освещенность, дороги темные, идут, но кроме пешеходов, там тоже ездят машины, мы знаем эти районы, вот я лично. Это тоже может повлиять то, что отсутствие нормальной инфраструктуры, там освещения. Ну, это естественно, да. Если темное время суток, и человек, идя, не видит, где там уже тот же пешеходный переход, и вступая... Где машина выехала, да? Да, где выехала машина, конечно, если у машины включены фары в темное время суток, и после дождя, я тоже водитель, и мы понимаем, что можно просто в темной одежде человека не заметить. И нужно освещение на пешеходных переходах. Я думаю, все-таки наши организации, которые работают по освещению города, они этим занимаются. естественно, это вопрос к ним. Но то, что если нет освещения, конечно, это большой риск и для водителей, и для пешеходов при переходе дороги. Марат Айупович, вот вы водитель, как я уже сказала, со стажем. Когда встречаются такие плохие дороги, колдобины, либо темные улицы, более внимательным приходится быть? Намного внимательнее? Ну, само собой надо в первую очередь, опять повторюсь, скоростной режим соблюдать. А по освещению, допустим, на юбилей, у нас открылся пешеходный переход, работает на солнечном моторе. Он не зависит никак от электричества, ни от КСК, ни от кого. Он работает круглосуточным. То есть, такие сейчас тоже в городе перекрестки открываются. В любом случае, надо всегда смотреть на дорогу. Дворники поменять хотя бы сейчас в зимнее время. Часто пользоваться надо на многих машинах. Дворники старые, уже засохшие. То есть, за свои машины водители дорожда должны следить сами. То есть, резину поменять, опять же, тормозный путь, чтобы был достаточно для обеспечения безопасности. Фары какие-то, лампочки поменять, нормальные, которые освещают, ослепляют, на дорогу свет, не в глаза встречному движению. Ясно. Есть еще один телефонный звонок, мы потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. Там прямого зима участвуют сотрудники из нашей полиции. Видим дорожные движения. У нас в ГОНИ сейчас очень много таких заторов и прочее. Машин дворад больше, чем два года назад. В других городах, больших в России, соседи, Оренбург, хуй, там устанавливают, от полной до машины, значит, выезжают. Четный день, половина, нечетный день. Почему этот простой вопрос не решал оба ГОНИ, а в вашей полиции и отчина? Вот, конкретно, пусть ответят. И срочно завтра надо подать этот вопрос туда. Понятно, спасибо. Вопросы я не расслышал. Да, он имел в виду, что сейчас много машин стало, заторы, пропьёв уже наши обычные явления, как я говорила. Меры просят принять. Где-то односторонние улицы, вот в России пример приводят. Просто сейчас не пришел человек, который именно они занимаются исследованием дорог, он мог бы ответить на эти вопросы. Ваше мнение, как вы считаете? Ну, мое мнение, например, я бы сказал вам так. У нас сейчас загруженность дорог еще идет, вот взять Евразию до Петровского загруженности. Так как мост ремонтируется, у нас всего один мост, чтобы попасть в центральную часть, значит, в новостройки наши на северо-восток, правильно? Из-за этого по Евразии у нас идут везде пробки в час пики. Если взять пример, начиная от торгового центра универмат, до этого идет пробка. После нее уже не так, как машина, половина уходит налево, половина идет прямо. Для того, чтобы убрать эти пробки, откроется мост, я думаю, ситуация изменится. У нас в основном загруженность идет именно в час пики, тогда, когда людям надо попасть домой с работы или наоборот. То есть увеличить именно пропускную способность мостов нам надо. Тогда у нас будет меньше пробок. Ну, хорошо было бы улицы пошире, конечно. Луиза, как вы считаете, вот эти пробки, которые сейчас стали, как я говорю, уже повседневным обычным явлением для нас, когда раньше никогда пробок не было, они все-таки сильно затрудняют жизнь и водителей, и пешеходов. Я согласна с выступающими, о чем сейчас говорили. Если раньше транспорт считался роскошью, сейчас он уже все-таки средство передвижения, сейчас каждый второй имеет транспорт, правильно? Поэтому пробки, они были и будут, создаются. Вот есть вопросы, пока осталось буквально немножко времени, на WhatsApp поступает, предлагают штрафовать пешеходов в наушниках. Как вы считаете, это правильно, Константин? Ну, я же говорю вам, уже меры административного характера к пешеходам, они предусмотрены, так и так уже в административном кодексе. А то, что там он в наушниках, либо не в наушниках, но он нарушил правила дорожного движения, это уже есть само факт уже, стоявшийся. Вот еще претензия, только водилы у нас виноваты, пешеходов тоже надо привлекать, а то одни водители. Пешеходы разве не нарушают? Примите меры к пешеходам. Водил и так штрафует зарплату 60 тысяч, какие штрафы? Вот претензии от водителя. До этого же мы сказали, да, предусмотрены. Тоже привлекаются. Да, привлекаются они. Сейчас, наоборот, больше уклона идет у нас именно на работу с пешеходами, чтобы как бы уже административным воздействием, воздействия на них, чтобы они соблюдали транспортную дисциплину, грубо говоря, чтобы переходили по пешеходным переходам, не перебегали дорогу в неположенных местах. Это все, работа ведется в этом направлении, просто пока ее не видно, так как это только начало. Понятно. Но будем надеяться, что все-таки ситуация хоть немного улучшится. Хотя бы несколько водителей из всего числа к нам прислушались. Я, к сожалению, подозреваю, что это будет многосерийный такой выпуск, я имею в виду, именно по ДТП, потому что еще не раз будем с этим сталкиваться. Спасибо за то, что приняли участие в этой программе. Пока поставим паузу. Спасибо. Спасибо. Переезд человека к автомобилям значится в одном из цирковых шоу. Обещают зрелищный, смертельный номер, но, к сожалению, жертвам ДТП и их родным далеко не до смеха. С вами было ТОХ-Шоу. Давайте обсудим. Сегодня говорили о дорожно-транспортных происшествиях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова